Добрый день! Мы рады приветствовать вас в этом зале сегодня от столица французских лабораторий Филорга, компанией МСИТ, эксклюзивного дистрибьютора продукции Филорга на территории России. В последний раз мы встречались два года тому назад, встреча была благотворна, конференция прошла успешно. И вот сегодня, благодаря компании студии красоты Юлия Хац, которая является нашим студентным дистрибьютором по Южному федеральному округу, благодаря Юлии, Михаилу и Деевой Марине, нашему представителю в городе Ростове, мы сегодня имеем шанс встретиться с вами, провести эти несколько часов вместе для того, чтобы еще раз поговорить об уникальных препаратах лаборатории Филорга, о преимуществах их применения. У нас сегодня блестящие, боюсь этого слова, докладчики, очень интересные доклады и демонстрации авторских методик. Я надеюсь, что вместе с нами эти несколько часов вы ждете с большой пользой для себя и для ваших пациентов. Перед тем, как передать слово нашим наступающим, я бы хотела пригласить к микрофону международного директора по развитию бизнеса компании Филорга, господин Андрей Прохнович. Дорогие друзья, добрый день. Спасибо, что вы пришли на данную презентацию. Я, наверное, озвучу вам вкратце рекламу сегодняшнего мероприятия. У нас вначале будет лекция по цитопозматической терапии и по методикам использования как-то инститет в месяц-карапевтических протоколах. И выступать будет Райцева Стелла Сергеевна, кандидат медицинских наук. Вот я его представляю. Затем Стелла также проведет мастер-класс и на модели будут продемонстрированы методики, которые используются у нас в Европе, а также в данном случае в России. Затем после небольшого перерыва мы передадим слово нашему гостю из Италии, преподавателю кафедры эстетической медицины, принесу лидер Павелу Алису Алису Алису, а также автор многочисленных книг по эстетической медицине. Он является нашим одним из лидирующих сертифицированных филоргой опинин-лидеров. Так скажем, выступает он по всему миру, в Азии, в Европе. Вот и у нас это Стелла сегодня честью посетить Россию, в частности, южную ее часть. Он также вам проведет небольшое теоретическое вступление о своих авторских методиках. В частности, он сфокусируется на использовании филеров компании Филорга и покажет вам современные тенденции европейского филинга. Вы, наверняка, помните, два года назад мы встречали, сюда приезжал доктор Филипп Петти, которого мы говорили о медицинерапии. На сегодняшний день в арсенале нашей компании появились полученные продукции, которые зарегистрированы на территории России. У вас теперь имеются химические филинги на основе гиалуроновой кислоты, все те же медицинерапевтические коктейли. Вновь появился эмприобласт, который прошел перед регистрацией. И появилась линейка филеров на основе перекрестка, сшитых гиалуроновой кислотой, а также препарат для пролонгированной биоретилизации ВЧ-18. Об этом подробнее в презентациях наших выступающих. И в заключении, после теоретической части, Олесио проведет мастер-класс в 5-й киномоделях, и у вас будет возможность воочию убедиться, каким образом работают великие мастера европейского филинга на модели. Спасибо вам за внимание. Тогда передаю слово Стэри Сергеевне. Стэри Сергеевне. Начну я с того, что вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день принят комплексный подход к пациенту. И этот подход называется эстетической геропротекцией, который подразумевает не только лечение, но и, прежде всего, профилактику возрастных изменений. И на сегодняшний день лаборатория Филорга – одна из немногих лабораторий на рынке, которая представляет комплексный подход к решению возрастных проблем. Я в сегодняшнем своем закладе сделаю акцент на эстетику, но про патологию тоже поговорим, потому что у меня 7 лет стационарной практики, и, собственно, тема моего сегодняшнего доклада – это мезотерапевтическое направление. Поэтому я могу с вами поделиться, охотно поделюсь своими наблюдениями при лечении кожной каталогии, вирусной каталогии и трихологии. Почему это сразу оговорим, потому что очень много вопросов всегда на эту тему. И в Москве, и на выезде, когда мы приезжаем в другие города. Два слова о лаборатории Филорга. Вы видите, что эта лаборатория – пионер на рынке, если можно так сказать. Присутствует на рынке эстетики с 1978 года. Является пионером в разработке методик для получения препаратов с помощью органической фильтрации, так называемой. У Филорги своя сертифицированная методика очистки препаратов. И обратите внимание, что немаловажно для нас, как для практиков, это то, что препараты активно применяются с 1978 года. Ими работают более чем в 35 странах мира. И на сегодняшний день лечение препаратами и профилактику препаратами лаборатории Филорга получили более миллиона человек. Это говорит о безопасности нашей работы. Всегда меня спрашивают, как выбрать безопасный препарат. Вот сегодня мы плавно подойдем к тому, как же его выбрать. Что касается технологий производства, то обратите внимание, Филорга использует астетическую стерилизацию. То есть все препараты получаются без нагрева, не обрабатываются высокими температурами. И это возможно благодаря тому, что Филорга разработала двойную последовательную микрофильтрацию. В результате ингредиенты, которые входят в состав препарата, получаются максимально очищенными, максимально мелкодисперсными, хорошо между собой смешиваются, представляют собой гомогенные структуры, гомогенные растворы, гелия, и являются высоко очищенными препаратами. Но при этом не теряют своих активных свойств. Это особенно касается аминокислотных, витаминных комплексов. И на самом деле вот у Филорга эта эксклюзивная технология запатентована. И пока что никто промышленным шпионажем ее не перерисовывает. На данном слайде вы можете видеть классификацию препаратов, которые представляет на рынке лаборатория Филорга. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание. Два коктейля являются классическими мезотерапистическими коктейлями. Один коктейль является классическим полирелитализантом. Хотя и мезотерапистические тоже обладают поликомпонентным составом. В чем разница, мы дальше рассмотрим. Следующий препарат МНЧ-18 это пролонгированный биоревитализант. Это тоже сейчас такая актуальная тенденция. Как в рынке виллеров, так и в рынке биоревитализантов. И наконец, очень интересный препарат, который представляет лаборатория. Это препарат Эмбиоблак, препарат гиацитоплазматической терапии, или так называемой биомолекулярной терапии, или органокровневой терапии. Все это синонимы. И все эти названия вы можете слышать. Здесь на данном слайде показаны, какие требования предъявляются. Вы понимаете, что это препараты животного происхождения. А все животненькое, оно всегда более эффективно. Поэтому, но не всем пациентам мы можем это рекомендовать. Это тоже мы понимаем. Поэтому, когда разрабатываются и получаются такие препараты, то к животным донорам предъявляются особые требования. Во-первых, они выращиваются без антибиотиков и гормонов. Это раз. Во-вторых, никто никого дико не убивает, не расстреливает. Это абортивный материал. Поэтому используются ткани эмбриона, как правило, для изготовления препарата. И впоследствии препараты проходят двойную экспертизу в государственных лабораториях на предмет очистки и безопасности, и цитотоксичности. Если говорить о сравнении терапии с свежими клетками, которая была раньше, и терапии тканевыми экстрактами, которые присутствуют сейчас, то однозначно можно сказать, что тканевая терапия, цитоплазматическая терапия однозначно безопасный метод. Потому что применяются препараты высокой степени очистки, высокой биологической доступности, с низкой вероятностью развития аутоиммунных и аллергических реакций. Это я говорю к тому, что этими препаратами мы можем работать спокойно. Потому что у Олесио тоже очень интересные техники работы, филлеры я тоже очень люблю всегда смотреть, как, что делает, кто. Мы всегда смотрим и выбираем что-то свое. В итоге каждый врач выбирает наиболее оптимальные для себя техники и... А тут сразу как-то вот видно будет, тут не видно камерой, что я буду работать декольте. Да, нам нужно будет как-то ближе. Как-то вы можете подвинуться? Нет, работать мне нужно, чтобы вы видели размер популы. Вы лицо хорошо видите. А я хочу показать шею декольте. На декольте направьте нам, пожалуйста. Вы знаете, у меня в пациентах 50-50, 50 на 50, это мужчины и женщины. Мужчины всегда приходят и говорят, почувствуете разницу. Это для женской части аудитории вообще я говорю. Мужчина приходит и говорит, я вообще такой красавец, я так себя люблю. Я говорю, а зачем вы ко мне пришли? Он, ну, чтобы стать еще лучше. Послушайте, что говорит женщина? Стелла Сергеевна, я ужасная, страшная, безобразная. Сделайте что-нибудь вообще с этим. Я говорю, этому поможет только гильотина. Да? И мы начинаем лечить голову и снимать душевную боль физической. На самом деле это половые вот особенности отношения к самим себе. Почему-то в бывшем СССР, а сейчас в Российской Федерации, женщины не умеют себя любить, синить и уважать. А мужчины зато это делают с удовольствием, молодцы. Я всегда очень радуюсь, когда мужчина вот так хорошо к себе относится. Редко кто недоволен. Обычно это, когда были проблемы в молодости с кожей, обычно это постсагнет. А вот в основном, когда приходят на мезотерапию, на моделирование, в основном с собой довольны. Просто хотят снять уставший вид, выглядеть свежее, лучше, моложе. Значит, мы начинаем. Мне тут ассистируют, помогают. Я хотела сказать, что все препараты НСТФ фасуются в пеналы. Вы видели эти пеналы, там входит 5 флакончиков. НСТФ с минимальным содержанием гиалуроновой кислоты имеет маркировку НСТФ 135 и прозрачную крышечку. Пятерка имеет маркировку 135, Эйчей и белую крышечку, чтобы вы могли отличать флакончики. А десятка имеет маркировку 135, Эйчей плюс и красную крышечку. Вот это 3 препарата. Значит, я начинаю эмбриобласт, вы покупаете, можете покупать сразу упаковкой, можете, что называется, на развес по флакончику. Начинаем обработку областей с тонкой кожей. И для этого я выбираю что? Эмбриобласт, тонкая кожа. Я показываю комбинированную технику работы. Прямо как водичка выглядит. Поэтому старайтесь всегда его не хранить, а расходовать. Это живой препарат, биомолекулярный препарат. И самый максимальный эффект вы увидите, когда вы работаете с свежим препаратом. Три миллилитра. Иглы обычно я люблю брать 32 джи, 4 или 6 миллиметров, коротенькие. На эмбриобласти это очень, очень хранить. Микропапулы. Сосочковый слой дермы. Ну, сейчас я выше поднимусь. На расстоянии 1-1,5 сантиметров по линиям натяжения кожи вы работаете в микропапульной технике. Да, была анестезия наружная. Значит, часто задают вопрос, делать не делать, сами решайте. Если, допустим, приходит первый раз человек к вам, чтобы его не напугать, лучше провести анестезию, если он морально не готов к этой процедуре. По линиям натяжения видно на расстоянии 1-1,5 сантиметров. Обрабатываете всю кожу и прицельно обрабатываете сухой ватной диске или моревой суфет. Дайте мне. Микропапулы. Точка приложения сосочковый слой дермы. Там где есть фибробласты. Это биомолекулярный препарат, еще раз напоминаю. И препарат, который передает информацию на стареющие клетки, фиброскуты. Для того, чтобы улучшить темпы их работы. На выработку качественных компонентов. Очень аккуратно прорабатываете орбиту по проекции костного края. Вверх, вверх, вверх. Далее просим пациента зафиксировать взгляд. Оттянули. И хорошо, хорошо, доходя до ресничного края. Отдыхаем. Отклубляем. Перехожу на НСТ в пятерку. Можете десятку, но я решила показать. Пятерка это универсальный препарат в линейке. Десятка порой бывает дорогая, может быть, для кого-то. А пятерку вы можете использовать как в эстетике, так и в трихологии. Очень активно. Особенность работы в трихологии. Если в эстетике мы делаем основной методикой введения микропапулу, полиревитализантов и эмбриобласта, то в трихологии вы работаете в технике срединный напаж. Это на русском. Потому что напаж по-французски это и есть введение в среднюю дерму. В трихологии вы обрабатываете височные, области лобную и теменную. Затылочную не затрагиваете, но напаж выполняете очень часто. На расстоянии 5 мм вколы должны проходить друг от друга. Вы можете это проводить монотерапией. То есть брать, например, НСТФ-135 инновационный, содержащий 0,025 мг гиалуроновой кислоты. Или НСТФ с 5 мг гиалуроновой кислоты. И можете использовать эмбриобласт. Вы можете чередовать эти препараты. И схема выстраивается следующим образом. Первые 4 процедуры проводите раз в 10 дней. Вторые 4 процедуры проводите раз в 2 недели. Следующие 4 процедуры проводите раз в 2 или 3 месяца. Эффекта мы ожидаем и обещаем эффект пациенту в третьем месяце терапии. И большое пожелание. Когда у пациента вдруг ни с того ни с сего начали выпадать волосы, отправьте его, чтобы он сдал кровь на реакцию Вассермана. Потому что в моей практике был случай. 3 случая Льюиса прошло у косметологов. А лечат токсикодермию. Человек ко мне приходит, я говорю, идите кровь сдавать. У вас вторичный свежий сифилис. Второй случай, вторичный рецидивный. Я почему обращаю ваше внимание, очень много. Опять всплеск идет. Следующие случаи. Сифилитическое облысение. Лечат методом мезотерапии. Говорят, препарат плохой не помогает. Я говорю, а сифилис лечить не пробовали? Последние случаи, с которыми я столкнулась в работе. Дальше. НСТФ. А можно мне иголочку? 30-ю. Это тонкая. Пожалуйста. НСТФ пятерка. Не выбрасывайте. Скажите. НСТФ пятерка. Начинаем с контура нижней челюсти. Тоже папульное введение. Это первый способ. То есть, несколько техник. Техники тоже очень важны. И поэтому техники используйте разные в процессе работы, даже на одном препарате, чтобы получить хороший клинический результат. Там, где вы видите у пациента, вот в данном случае, экскориации, корочки вторичные. Вот они. Мы любим, конечно, поковырять свое собственное лицо. Получаем от этого колоссальное удовольствие. Как я вас понимаю? Сама такая же. Ну хорошо. Главное, ковырять умеючи. Знать. Знать, что потом с этим делать и как из этого выходить. Значит, я сначала обработаю лицо. Все. Тоже так же в технике микропапул. Сосочковый слой дермы. Особое внимание уделяем области передушной раковины. Пулы довольно чувствительное место. Вот один из вариантов напажа. Срединный напаж. И вот в такой технике прорабатываете скулы щеки. То же самое с портировкой. Накады делаем, зажимаем кожу в складку. Обрабатываем скулами. Вот такой подход, такая техника, прием технический. Он позволяет снизить болевое восприятие. Вот если приподнять пациентку, где бы вы здесь поработали с филерами? Ваше мнение. Так, носослезная раз. Скуловая область два. Ну, носогубная, скажем так, область собственного носогубного треугольника. Всю бы носогубную я не стала здесь затрагивать. А вот нижнюю треть, губоподбородочная область и проекция нижней челюсти, да, овал. Вот это вот и есть точки приложения для филинга. Но здесь я обработаю препаратом. Мы готовим пациента к филингу. Поэтому я беру короткие иголочки. Накрутила хорошо. Это не филер. Но результаты увлажняющие довольно длительные на этом препарат. И дальше. Носослезная, говорите, да? Мне просто в свет не нужно направить, потому что здесь всегда много сосудов. Носослезная. Очень аккуратно. В папульной технике. Папула за папула. Это так называемая техника швейной машинки. В филерах называется. Обработали и придавили. Пациента предупредите, что дня 2-3 может потекать. Это область. Но зато вы сразу можете показать эффект от моделирования. И сказать, вот так будет, когда мы сделаем с вами филеры. Введем филеры. Вы видите, как сразу улучшение. И потом на этом препарате мы никогда не боимся гиперкоррекции. Если вы, что называется, не решаетесь, пока филерами вмешиваться в эту область, пожалуйста, МЧ-18 очень актуальное для вас решение. Прежде всего. Но вам придется тогда его вводить первые 2 процедуры раз в месяц, а затем раз в 3 месяца просто поддерживать. Здесь как повезет. У всех, знаете, вот сколько я работаю, у всех разное расположение сосудов. МЧ-18. Это не филер, но очень удачно для коррекции вот таких проблем в деликатных областях может использоваться в папульной технике. Придавили. Но, естественно, результат, это не есть классическое моделирование. Результат от этого будет недолговечным. Вот так мы подготовили одну орбиту. Далее я перехожу на другую. И сведу, пожалуйста. Спасибо. Очень хорошо просматриваем сосуды. Я работаю обычно тонкими иглами, чтобы чувствовать сопротивление препарата. И работаю очень медленно. Иголочки всегда очень хорошо накручивайте, чтобы не срывало иглы. Придавили. Я здесь работаю в глубокой дерме. То есть, если филером бы я работала подкожно, то этим препаратом я работаю в глубокой дерме и все это вот так приминаю. Можно мне компресс из вагновой диски? Дальше можете... Вот здесь носослезная переходит в нососчечную. То же самое. Ну, на самом деле, для решения вот такой проблемы лучше использовать моделирование скуловой области, чтобы решить проблему. Да, мы заканчиваем. Сейчас я выполню технику... Да, НСТФ пятерка. Кстати, НСТФ пятерка это тот универсальный НСТФ, который нам позволяет... Десятку жалко, да, и достаточно тяжело так вводить, потому что десятка уже более густой препарат. Вот, глазки. То же самое с противоположной стороны. Вы как бы зацепляете вот кончиком иглы. И сеточку выполняете. Не забудьте про подбородок. Там, где есть пигментация. Как раз эта техника является техникой выбора. И прокисетные морщины. Все, мы закончили. Ждем, когда препарат впитается. И наносим маску. Мне вот очень нравится маска транзиторную эритему, какие-то воспаления. Уменьшает проявление петухиальных проявлений. И поэтому пациентам очень нравится. Они от вас таки уходят. Все фарфоровые, свежие. Особенно если это был пилинг 50, НСТФ пятерка. И вот эта маска. Все через день можно в свет. Впитали остатки препарата. Ничего не смываем. Таким образом, я показала 3 препарата в одной комбинации. В практической работе это бывает редко. Но я вам показала, как вы можете их использовать. Вот в каких техниках, в каких сочетаниях. Вы можете взять 2 препарата. Например, эмбриобласт и НСТФ. Или, например, эмбриобласт и МХА-18. Но в любом случае, вы получите всегда качественный клинический результат. Посмотрите вверх, пожалуйста. И оставляем маску на 15 минут. У пациента какие ощущения может испытывать? Такое, знаете, чувство прилива. Такое распирание. Кожа приятная. Есть такое же шевеление. Оживление. Оживление. Да. Можно еще масочку? Четыре часа после того, как обработаете, смываем маску. Обрабатываем хлоргексидином. Четыре часа никакого макияжа. Ничего быть не должно. Пребывание на солнце исключается, когда вы проводите курс. В течение трех дней после процедуры. Бани, сауны тоже нежелательны. Особенно, если препараты содержат гиалуоновую кислоту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok